Незаконные овощи и фрукты пылились у дороги рядом с остановкой общественного транспорта и мешали пройти горожанам. Теперь же нелегальная жестянка отправляется на склад. На просьбу сотрудников управления потреб рынка предъявить документы на аренду земли или хотя бы санитарную книжку, предприниматели в таких киосках делают круглые глаза. Документов нет. Подобный уличный бизнес, эхо 90-х и в городе федерального значения ему точно не место. Есть законные участки. Это допустимо. Все остальное мы будем приводить в порядок город. У нас достаточно мест в управляющей компании рынке. У нас много мест. Наполняемость резко возросла. У нас лучше стала собираемость арендной платы по заключенным договорам. Это все свидетельствует о том, что мы двигаемся правильно. В этом году уже вывезли 300 с лишним незаконных киосков. Порядка сотни из них демонтировали сами собственники. Навести полный порядок должны к лету. На рынках законных мест для торговли достаточно. Задача поставлена очень четко. До начала летнего сезона, до 1 июня, ситуацию с незаконной торговлей, с торговлей с ящиков, с земли, с незаконными павильонами привести в полный порядок в Севастополе. Мы оставим, естественно, все, которые в схеме находятся, 1580 объектов. Это уже будет превышать нормативы обеспеченности населения. Некоторые предприниматели готовы добровольно исправиться. Так, через дорогу от киоска, который вывезли с проспекта генерала Острякова, разбирают аналогичную ржавую коробку. Сами продавцы обещают заключить договор и переехать на рынок. Мы должным образом уведомляли, предупреждали. Ну вот видите, вы говорили даже собирались, но у вас технически возникли проблемы. Правильно я понимаю? Поэтому мы вам верим и очень надеемся, что завтра утром мы сюда приедем, вашего объекта здесь не будем. Договорились? Спасибо. Бесследно незаконный ларек не исчез. Шрамы на тротуаре еще предстоит устранять. Все это разнообразие предприниматели успели вынести из ларька, помимо овощей и фруктов. Здесь целый набор обуви, удлинителей, обогревателей. Подключение к электричеству тоже было незаконным. Но если это богатство собственники уберут сами, то городу еще придется восстанавливать плитку на тротуаре. Ее разворотили, когда много лет назад устанавливали незаконный ларек. Только законные точки торговли в Севастополе превышают федеральный норматив по количеству торговых площадей на 60%. Кроме рынков есть еще 18 ярмарок. Также впервые в этом году открыли три предновогодних ярмарки.